Здравствуйте! Вы смотрите программу «События» в студии Виктория Шарея. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дорогу у самарской школы номер 163 приведут в надлежащее состояние. Такое поручение дала глава города Елена Лапушкина на выездном совещании в советском районе. Вот тут вот все это лужа. Народ по забору школы. Школа довольно-таки старая. Школа очень знаменитая. Там действительно подъездные пути находятся в недовлетворительном состоянии. Ну, я сейчас прошлись, показали, сказали, какие технологии будем применять. Там нужно немножко сделать выравнивание территории для того, чтобы произвести отвод воды от территории школы, чтобы дети могли спокойно добираться. Также Елена Лапушкина откликнулась на просьбу помочь с системой отопления и вентиляции центру для детей с ДЦП «Выше Радуги». Сейчас здание восстанавливают после двухлетнего простоя. Я когда слышала, что вы едете, у меня главная боль, думаю, я расскажу про отопление, потому что так-то все остальное получается. Ну, у нас, конечно, я говорю, Владимир Александрович, прям большое ему спасибо. Это же вот субботник, у нас вся территория преобразилась сразу. Под контролем у главы города и объекты, на которых ведутся работы по программе «Комфортная городская среда». Например, на улице 22-го портсъезда во дворах 44-го и 46-го домов строят детскую и спортивную площадки. Сегодня я бежала в Советский район и в основном контролировала, как исполняются поручения, которые уже ранее были озвучены. Это и по асфальтировке прилегающей территории к школе, это по заделке вскрытия, как ведутся работы по программе «Комфортная городская среда». По итогам объекта появились новые поручения. В основном они все касаются также вопросов глубоустройства. Не остались без внимания и жалобы горожан, которые поступали главе «Самара» через социальные сети. Светлана Кудрявцева, Ольга Хомракулова, Николай Епифанов, Григорий Плешаков. События. Готовят теплотрассу с лета. В Самаре идут работы по замене труб горячей воды и отопления. Семь участков уже в работе. Еще на 20 объектах она начнется в ближайшее время. Текущую подготовку города к отопительному сезону обсудили на заседании оперативного штаба под руководством первого вице-мэра Владимира Василенко. Андрей Горгуленко продолжит. Участок теплотрассы на улице Мяге один из семи в городе, где сейчас идут активные работы по замене труб. Работники ресурсоснабжающей организации раскапывают тепловые камеры и производят их демонтаж. Здесь пролегает теплопровод диаметром 600 миллиметров. Всего на Мяге предстоит заменить 320 метров трубы. Подрядчики обещают закончить к 27 июля. План предстоящих работ на этом участке, а также на других объектах, обсудили на заседании штаба по подготовке Самары к отопительному сезону под руководством первого замглавы города Владимира Василенко. Он напомнил подрядчикам, что все работы должны начинаться с монтажа временных схем подключений. Эта мера является необходимостью для бесперебойной подачи горячей воды в дома самарцев. Везде, где мы работаем и где попадает объект теплотрасса под ремонт, где связан с ограничением горячего дыма, мы в первую очередь делаем времянку и только после этого начинаем ремонтировать, вырезать трубу. Вот это вопрос требования. Оно не указительно будет выполняться. Всего в городе этим летом должны заменить 52 участка теплотрасс по утвержденному плану. Еще несколько объектов приведут в порядок дополнительно. Их список будет определен к концу мая. Все работы по подготовке города к будущему утопительному сезону должны закончить к первому сентября. Андрей Горгуленко, Николай Сидоров. События. Восвобождают из паутины городских проводов. На улице Куйбышева устанавливают новые чугунные фонари, коммуникации к которым проложат под землей. Как меняется одна из любимейших горожанами улиц в историческом центре, расскажем в сюжете. Да будет свет. Вместо старых световых опор на улице Куйбышева устанавливают новые металлические с декоративными элементами из чугунного литья. Но, пожалуй, самое заметное достоинство – разгрузка пространства. Коммуникации к новым опорам проводят под землей. Тем самым центр города освобождают от проводов. Такая схема используется в Самаре не первый год. К примеру, на улице Красноармейской кабель также проложен под землей. Электриктура, она связывает, получается, естественный вид неба, какую-то такую чистоту. И вот эти постройки, их провода смущали и оттеняли. А так будет лучше. Благоустройство улицы Куйбышева проводят по поручению губернатора Дмитрия Азарова. Глава города Елена Лапушкина поставила задачу оперативно приступить к работам. Подготовка стартовала около недели назад. Сами же мероприятия продлятся до середины августа. За этот период рабочие установят больше 70 новых фонарей на участке от улицы Шостаковича до площади Революции. На установку одной такой опоры уходит порядка трех часов. Светильники стоят уже здесь энергоэффективные, светодиодные, которые потребляют на порядок меньше электроэнергии, чем те, которые стояли здесь до проведения вот этого ремонта. Современные требования, требования эстетические, нас призывают к тому, чтобы вся проводка была спрятана в землю. Жители Самары Светлана Максимова с сыном Даниилом любят прогуляться по исторической части города. Рассказывают, здесь атмосфера особенная. Уже успели заметить преображение. Очень впитываются классно, причем они имеют такой дух, да, какой-то модерн, что ли. Поэтому мне очень нравится. Это очень здорово, это очень эстетически классно, потому что на самом деле вот эти все провода, напоминающие Азию, это не есть красиво. Помимо проводки МП «Самары Горсвет» на участке еще много кабелей сторонних организаций. Проходят теплотрассы, их нельзя повредить. Даже траншею рабочим приходится подготавливать вручную. После установки фонарей улица Куйбышева продолжит преображаться. На тротуарах установят 61 контейнер с крупными туями высотой в 3 метра, а также 18 газонов с цветами и 41 кашпо со свисающими растениями. Также в планах высадка новых каштанов взамен старых аварийных деревьев. В этом же сезоне на улице Куйбышева будет произведен ремонт большими картами покрытия проезжей части. Ее охватят работами на всю ширину в границах улиц Венцик и Некрасовской. Необходимые работы будут выполнены по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Светлана Кудрявцева, Мария Левина, Николай Сидоров. События. В Самаре продолжается голосование за объекты благоустройства в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды. Выбирать пространство для того, чтобы сделать их лучше и уютнее, жители столицы региона смогут до 30 мая. Пока же районные администрации совместно с кураторами проекта знакомят самарцев с этапами голосования и подключают к нему сотрудников производств и социальной сферы. Как отдать свой голос за любимые знаковые места, сегодня узнали в управлении Пенсионного фонда Железнодорожного района Самары. Экватор голосования за благоустройство территории в рамках программы формирования комфортной городской среды «Пройден» наметились лидеры. Но у жителей города еще остается время для того, чтобы изменить раскладку общественных пространств, которые постепенно выходят в чемпионский топ. В Железнодорожном районе Самары на глобальные перемены претендуют сразу три объекта – парк Щерса, сквер первых космонавтов и бульвар на Чернореченской. Как отдать свой голос за любимые территории, сегодня узнали сотрудники районного пенсионного фонда. Всего у нас в городе 19 пространств, которые выделены в топ. Но нам очень хотелось бы, чтобы какое-то из наших пространств тоже было в числе победителей. В 2022 году было реализовано именно благоустройство этой территории. Одна из самых крупных общественных территорий в Железнодорожном районе – парк имени Щерса. В случае победы здесь обустроят зону отдыха и развлечений, хоккейную, спортивную площадки и наполнят территорию аттракционами. Кроме того, по проекту планируется реконструкция детской железной дороги и обновление сцены для проведения праздников. Хотим приукрасить его, внести вклад в то, чтобы этот парк процветал в дальнейшем. Коллектив, полагаю, что поддержит территорию парка имени Щерса. Парк является лицом нашего района, потому что там и предыдущий автовокзал, и железнодорожный вокзал. Все рядом, и люди, которые приезжают в наш город, они сразу попадают в парк Щерса. Только в Железнодорожном районе Самары в рейтинговом голосовании по отбору общественных территорий для реконструкции приняли участие свыше 16 тысяч человек. Благоустройство города и создание комфортных условий для жизни – одно из важнейших направлений стратегии лидерства региона, сформированной по инициативе губернатора Дмитрия Азарова. Отдать свой голос за благоустройство выбранного объекта можно через госуслуги, сайт 63.городсреда.ру и виджет «Мой выбор, мое будущее» на сайте администрации Самары и внутригородских районов. От активности жителей зависит, как будет выглядеть парк, сквер, бульвар или аллея. Голосование продлится до 30 мая. Ольга Павлова, Николай Епифанов, События. Настоящий дом для людей старшего поколения. Самарский дворец ветеранов отметил свой 20-летний юбилей. Праздник прошел с участием лучших творческих коллективов. Ежегодно дворец ветеранов принимает до 60 тысяч человек, которых объединяют общие интересы. С юбилейной датой вокалистов и танцоров Дома культуры поздравили глава Самары Елена Лапушкина и сотрудники администрации города. Подробности в репортаже Ольги Павловой. Здесь утро начинается с зарядки, продолжается на пленэре, а юбилейную дату отмечают танцем и песнями авторского сочинения. Для Ольги Перемяковой дворец ветеранов – это вторая семья, второй дом и возможность заниматься любимым делом, на которое до пенсии времени не хватало. Бывший педагог энергетического колледжа – участница сразу двух творческих коллективов. На сцену мама и бабушка выходят не только сама. К участию в концертах привлекает внуков. У представительницы серебряного возраста их уже семеро. Сюда тянет, сюда хочется идти, потому что сидеть на лавочке, грызть семечки – сегодня это не для нас. Можно танцевать, можно петь, можно читать стихи, можно играть сценки. То есть очень большое количество интересных мероприятий. А можно просто прийти во дворец ветеранов за помощью – юридической, психологической и даже социальной. Сотрудники Дома культуры помогают людям старшего поколения осваивать гаджеты, заводить странички в социальных сетях и учатся снимать и монтировать видео, для того, чтобы быть с молодежью на одной волне. Ежегодно Дворец ветеранов принимает до 60 тысяч человек, которых объединяет общие интересы и стремление к общению. Жизнь после пенсии только начинается. Это главный посыл, которым живут наши ветераны. Потому что на сегодняшний день практически любой интерес мы можем удовлетворить. Группы здоровья, хореографические, вокальные коллективы. Во Дворце ветеранов есть студии мультипликации, художественного слова и изобразительного творчества. В последнюю учат рисовать даже тех, кто всю жизнь думал, что с кистью и красками никогда не поладят. В итоге получается и весьма атмосферно. Почему еду рисуют? Потому что она вкусная, хочет съесть и сама получается сочно. А потом выходим на пейзажи. Юбилейный день участники творческих коллективов отметили также ярко и сочно, представив гостям концертную программу ничуть не хуже профессиональной. Зрители смогли увидеть не только песни и танцевальные номера. Слова благодарности за ежедневный труд вокалистам и танцорам, представителям серебряного возраста выразили глава Самары Елена Лапушкина и сотрудники администрации города. Празднование юбилейной даты прошло с соблюдением всех требований регионального Роспотребнадзора. Не обращайте внимания на годы, которые летят, безусловно, и дворец ветеранов, ему будет и 25, и 50 лет, ему будет и 100 лет. Главное в душе оставаться и юным, и человеком, который желает развиваться, желает жить активно и радостно. Спасибо вам, конечно, за ваш огромный добросовестный, результативный труд, который вас заключает. Мы сегодня по-прежнему в основном пользуемся результатом вашего труда, вспоминаем, благодарим, ну и, конечно, приумножаем. Настоящему дому для людей старшего поколения сегодня заслуженно вручают награды. За 20 лет своего существования необходимую поддержку и помощь здесь получили сотни тысяч пенсионеров, ветеранов и инвалидов. Новых друзей и семью обрели даже те, кому мечта о родной душе и близких людях казалась несбыточной. Ольга Павлова, Николай Епифанов, События. Эфир продолжит новости экономики. Их подготовила Светлана Кудрявцева. Светлана, здравствуйте. Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Центробанк разработал новый дизайн для 100-рублевых купюр. Как они теперь будут выглядеть? Действительно, постепенно дизайн российских денег будет меняться. Что появится нового, расскажу через пару минут. А пока о том, как будут начислять пособия родителям, которые уходят на больничные с детьми. С 1 сентября больничные по уходу за ребенком до 7 лет будут выплачивать в размере 100% от среднего заработка. Ежегодно это будет касаться полутора миллионов россиян, предполагают эксперты. По словам министра труда России Антона Катякова, эта мера не приведет к увеличению расходов работодателей. Выплаты осуществляются напрямую из Фонда социального страхования. Оформлять дополнительные документы родителям не потребуется. Центробанк разработал новый дизайн для купюр достоинством в 100 рублей. На них будут крупные цифры и специальные рельефные метки. Цветовая гамма банкноты останется прежней, но оттенок немного изменится. Ранее уже сообщалось, что на 100-рублевой купюре будут изображены объекты Красной площади, а также Зарядье, Шуховская башня и здание МГУ на Воробьевых горах в Москве. Деньги должны поступить в оборот в следующем году. Затем Центробанк поменяет дизайн банкнот номиналом 500 и 1000 рублей. На новых наличных появится изображение Новосибирска, Пятигорска, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга. А пока бумажные российские деньги преображаются, виртуальная валюта терпит поражение. Биткоин рухнул на треть до примерно 34 тысяч долларов после заявления Банка Китая о невозможности использования криптовалюты в качестве платежного средства. Позиция Пекина имеет большое влияние на мировой рынок криптовалют, в то время как оборот виртуальных денег в качестве официального платежного средства до сих пор не легализован во многих странах мира, включая Россию. Народный банк Китая в настоящее время разрабатывает цифровой юань, который должен стать дополнительной формой денег после наличной и безналичной. Доллар и евро тоже падают в цене. Нефть марки «Бренд» 65 долларов и 69 центов за баррель. На этом пока все. Оставайтесь с нами и будьте в курсе. За сутки в Самарской области зарегистрировали 132 случая заражения коронавирусной инфекцией. В регионе продолжается добровольная бесплатная вакцинация от коронавируса. Уже больше 300 тысяч жителей области сделали прививку. В поселке Волгарь жители прививаются в мобильном пункте. Подробности расскажет Сергей Кизоркин. Красный крест на автобусе – признак того, что в ваш микрорайон приехал мобильный фельдшерский пункт. На этот раз в поселке Волгарь проходит добровольная бесплатная вакцинация. Местные жители довольны такой заботой от государства. Галина Садулова – пенсионер. В целях безопасности от заражения коронавирусом лишний раз на публике не появляется. А мобильный медкабинет для нее хороший шанс сделать прививку от опасной болезни. Чтобы не болеть, на лавочке сидеть, не болеть. И все, никуда не ходим от дома. Все знакомые мои подруги, все прекрасно чувствуют. После второй, первой, второй. Поэтому я решила. У пенсионерки Нины Лучиной вся семья привилась от коронавируса, когда в поселок приехал мобильный ФАП, и она решила вакцинироваться. Чтобы закончить с этим коронавирусом, все раньше меня привились. Вот это весной, осенью практически небольшое количество людей практически не болели гриппом. А почему? Потому что все ходим в масках. То есть, значит, это помогает, и прививка поможет. Мобильный прививочный пункт в Волгаре посетили как старики, так и молодежь. С собой необходимо было взять паспорт, СНИЛС и полис. Вакцинация проходит в два этапа. Через три недели нужно будет сделать вторую прививку, чтобы сформировать иммунитет к штаммам коронавируса. Вакцинацию я перенес еще в декабре, вторая дача была у меня в январе. Перенес я ее нормально, чувствую себя хорошо. Вакцинация, которая сейчас проходит, это как раз то направление, которое призвано победить эту болезнь и защитить наше население, уменьшить смертность среди населения, особенно старшего возраста, а также лица с хроническими заболеваниями. Сегодня это приоритетное направление в жизни страны в предупреждении распространения смертельной болезни. Чем быстрее пройдет вакцинация, тем быстрее сформируется коллективный иммунитет и остановится распространение инфекции. Помогают ускорить доступность вакцинации мобильной ФАПы, которую передал медикам губернатор Дмитрий Азаров. Сергей Кизоркин, события. Из колонии строгого режима сбежали особо опасные преступники. На их поиск отправились курсанты юридического вуза. Такую легенду отрабатывают на учениях выпускники института. 10 километров по бездорожью и жаре в бронежилетах, перестрелки и зафат преступников. Как удалось справиться с заданием, расскажем в следующем сюжете. Из колонии строгого режима сбежали особо опасные преступники, на счету которых убийства, разбойные нападения и теракты. Беглецы вооружены. Такую легенду отрабатывают курсанты юридического вуза. Одна из них – Алия Тулигулова, студентка четвертого курса. Она выбрала для себя совсем не женское дело. Всему прочему девушка предпочла погоны. Конечно, тяжеловато, но условия жаркие. Но при этом все девушки справляются и чувствуют себя очень хорошо. Потому что при поступлении всем сразу было ясно, что мы идем на сложные условия. Но все, в принципе, справляемся. Учения продолжались два дня. Градусный термометр, как и на площадке тренировок, зашкаливал. В Самаре стояла жара. Отрабатывать захват преступников курсантам помогали профессионалы. Учения мы проводим в тесном взаимодействии с сотрудниками уголовной исполнительной системы по Самарской области, сотрудниками Росгвардии, сотрудниками органов от них дел и МЧС. По лесам и полям курсанты преодолели 10 километров в пути. В бронежилетах и касках в 30-ти градусную жару. Главной задачей курсантов был поиск сбежавших преступников. Для этого необходимо было искать следы, которые последние могли оставить на своем пути. Преступников нашли в заброшенном здании села. Но они оказали вооруженное сопротивление. Под прикрытием бронеавтомобиля курсанты провели штурм здания и все-таки задержали преступников. С заданием студенты справились на отлично. Впереди их теперь ждут экзамены, диплом и уже реальные операции. Мария Левина, События. В небе над Самарой закружили белые хлопья. Тополиный пух не оставляет равнодушным никого. Кто-то восхищается парящими над головой ватными снежинками, а кто-то лишний раз не выходит из квартиры. Стоит ли обращаться к медикам, если почувствовали сезонные аллергические реакции, расскажет Мария Левина. С первыми цветами на деревьях жизнь Дианы Альковой осложняется. Но самое неприятное время, рассказывает девушка, наступает с появлением тополиного пуха. И насморк, и зуд в глазах, и износы течет. И, соответственно, это неудобства приносят определенные. Невозможно проветрить квартиру, то есть, если даже жарко, то не откроешь окна в лишний раз. Аллергия особенно сильно стала давать о себе знать в последние годы. И это не случайно, говорят эксперты. По статистике Всемирной организации здравоохранения, с каждым годом количество аллергиков растет. К примеру, весеннему обострению подвержен каждый третий житель России. С апреля в аптеках начинается аншлаг. С каждым сезоном на полках появляется все больше антигистаминных препаратов. Цены на такие лекарства варьируются от 50 до 1000 рублей. Бывает оригинальный препарат, а потом появляются вот дженерики, да, то есть новые названия, расширяется линейка препаратов. Лето, может быть, что-то идет, ну не антигистаминные, конечно, что-то такое от зуда, комаров, например, или каких-нибудь растений, то есть наружные мази. Ну, то есть целая группа препаратов. Ну, сейчас, может быть, еще добавились просто капли в нос, больше стали там продаваться. Если аллергия на цветение и тополиный пух – это то, к чему люди готовы, то есть и так называемые нестандартные аллергены. Это единичные случаи. Говорят, деньги не пахнут, но с этим утверждением соглашаются не все. Многие очень чувствительно реагируют, а псих, на бумажные купюры. Аллергия на бумажные деньги, пожалуй, одна из самых редких. Происходит из-за реакции на краску и никель. Чаще встречается особая чувствительность на солярий. Симптоматика в этом случае напоминает крапивницу. Каждый сотый аллергик испытывает дискомфорт из-за холода. Тело в этом случае покрывается красными пятнами. Аллергия может привести к обмороку или даже анафилактическому шоку. Если не лечить, не обращаться к специалисту, это может с годами усугубляться и вылиться в достаточно тяжелые реакции при контакте с аллергенами. А если вовремя обратиться с определенной специфической симптоматикой, получить рекомендации по лечению, по своему поведению, возможно, по специфической терапии, то можно снизить интенсивность симптоматики. Аллергические реакции не поддаются лечению, но обращаться к врачу в этом случае нужно. Медики определяют подходящий индивидуальный курс препаратов, который поможет облегчить сезонный дискомфорт. Мария Ильевна, Григорий Плешаков. События. Далее коротко о других темах дня. В этом году Иркутская авиакомпания планирует приступить к выполнению полетов по маршруту Самара-Париж-Самара. Рейсы будут осуществляться один раз в неделю на лайнерах Суперджет-100 вместимостью до 100 пассажиров. Начало продаж и выполнение полетов будет анонсировано после снятия ограничений, введенных Францией на въезд граждан России по туристическим визам. Программа детского туристического кэшбэка заработает 25 мая. Ей могут воспользоваться все желающие. Участие в программе примут около тысячи детских лагерей. Напомним, президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию предложил возвращать часть средств за путевки в детские оздоровительные лагеря. Родителям вернут половину стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей. Поездку нужно совершить до 15 сентября, а услуга должна быть оплачена картой МИР. На эти цели было выделено 5 миллиардов рублей. Российский юбилейный 30-й фестиваль «Студенческая весна» в следующем году пройдет в Самаре. Новость об этом стала финальным аккордом гала-концерта «Студвесны», который прошел в Нижнем Новгороде. Напомним, что именно Самара считается родиной «Студвесны». В 1992 году ученики самарских вузов, техникумов и училищ инициировали проведение Всероссийского фестиваля, который объединил на одной площадке творческое студенчество страны. В 1993 году инициатива была поддержана Союзом молодежи России, правительством Самарской области и администрацией города. И в этом же году фестиваль получил свое название «Российская студенческая весна». На протяжении шести лет Самара была центром студенческого творчества, после чего в регион фестиваль возвращался в 2002 и в 2014 годах. На этом наш выпуск завершен. Все наши новости читайте на официальном сайте Самара ГИС, в нашем телеграм-канале и на странице в социальных сетях. Всего вам доброго и до встречи! Редактор субтитров А.Семкин